Дорогие друзья, ну вот один человек написал мне тут, вот мне не всегда хватает времени на такие-то дела. Но он решил пройти обучение у меня на курсе интегральной душевопечения, говорит, не всегда хватает времени, не всегда хватает времени на обучение. Дорогие друзья, посмотрите во что я верю и что это наверняка точно знаю, на необходимые дела, то есть дела, которые невозможно обойти, необходимые, на наши жизненные важные дела, на приоритетные дела и необходимые. У нас всегда есть время, так мы устроены. Но здесь очень важно разобраться, что является необходимыми, важными, приоритетными делами. Пожалуйста, возьмите листочек бумаги и запишите в принципе все ваши дела, которые должны вы делать ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Например, вы решили пройти онлайн-курс или вам нужно ежемесячно там оплачивать коммунальные услуги. Или, например, вам нужно, например, раз в день кому-то прозванивать или еще что-то такое. Ну или, например, мыть посуду, там стирать белье домашнее и так далее. То есть это такие текущие, важные, необходимые дела. Особенно если привносится какое-то новое дело. Как в нашем случае человек взял обязательство пройти обучение. На необходимое у нас всегда есть время. Вопрос. Первый вопрос приоритетов. Достаточно ли качественно, грамотно выставлены приоритеты. Для этого нужно дела записать, создать структуру. Потому что дела у нас как, знаете, как шарики спортлото. Они здесь крутятся внутри. То одно выскочит, то другое, то третье. Я ничего не успеваю. Поэтому записываем на листик по приоритетам. Дела по приоритетам. Итак, на необходимое у нас есть время. Мы исходим из этой веры. И из этого убеждения. И у нас всегда есть энергия. Первый вопрос. Надо просмотреть приоритеты. Второй вопрос, на который нужно обратить внимание. Это куда утекает энергия. Куда идет наше внимание, туда утекает энергия. Куда идет наше внимание, туда утекает энергия. Вполне ли я могу управлять своим вниманием. Если в душе есть незакрытые ситуации, обиды, претензии, тоска о чем-то несбывшемся, чувство собственной неполноценности, чувство поражения, что я в чем-то, например, хуже, лучше других. Вот это называется черные дыры в душе. Я так называю. Вот посмотреть, чтобы эти черные дыры в душе закрыть, закрыть, закрыть. Если я могу закрыть черные дыры в своей душе, внимание, а за ним энергия не будет туда вытекать. О чем я тоскую? По поводу чего я грущу? Чего мне, например, не хватает? Вот сидит, например, мужчина, какой-нибудь думает, мне не хватает секса, никто не хочет со мной. Это черная дыра. Или иди делай чего-то, чтобы он у тебя был. Или собери внимание оттуда, залатай дыру и занимайся своими делами. Сиди девушкой, думает, ей нужно там обучаться какой-то, экзамен сдавать, она думает, блин, он меня бросил, он меня бросил, мне теперь так тяжело, как же он, сука, обещал, что будет со мной, поматрусил и бросил. Это черная дыра. Твои мысли, которые текут в то, что изменить и исправить невозможно, это черная дыра, туда утекает энергия. И мы не замечаем, если мы даже чем-то заняты, но если душа о чем-то тоскует, она утекает, и энергии нет. Поэтому умение собираться, собирать себя, забирать оттуда, где тебе уже ничего не выгодит, где разрешить, ничего невозможно, это утекает черную дыру. Есть еще такая черная дыра, называется она чувство вины. Вот если вы видели православных людей, которые неправильно, ну, скажем так, условно, практикуют, которые сориентированы на поиск вины, греха, какое-то у них, Бог как будто он их обвиняет, как будто им их ошибок не прощает, и они так, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, прости мне, Господи, за мои грехи. Вот когда ты вниманием возвращаешься в прошлое, свои ошибки, грехи и так далее, и виноватишь себя, думая, что это угодно Богу, ты просто вытекаешь в черную дыру. Ты вытекаешь в никуда. Ты обесточиваешь себя. Например, у меня любящий и прощающий Бог. Который, если я осознал свою ошибку, я сказал, Господи, прости, это мой косяк, больше так не буду. Ну вот я жду такого умиротворяющего чувства прощения. Прощение, чувство того, что я принят и прощен любящим Богом, приходит, если я правильно практикую православие. Вот. Еще что может быть черной дырой. Ну, отчасти мы говорили уже, это сравнение себя с другими. Это какая-то претензия, которую разрешить невозможно. У тебя к кому-то претензия? Ну, прояви, предъяви претензии. Вот. Это чувство никчемности, неполноценности. Это чувство... А вот деньги, деньги такая. Вот. У них столько денег, у меня так мало денег. Мне не платят. Мне не платят. Должны платить больше. Я достоин больше. Или иди, используй эту энергию для разрешения ситуации, уходи с этой работы, ищи новую. Ну, вот. Выходи куда-нибудь и предъяви свои права на большую зарплату. Понимаете? Вот смотрите, люди, которые выходят на... Например, вот есть люди, которые сидят на диванах и грустят по поводу ситуации в стране. Их энергия утекает в никуда. Они смотрят YouTube, и они печалятся. Печалятся. Есть энергия людей, которые выходят и выражают свое недовольство. И они очень энергичны. Они отыграли это недовольство. Они предъявили, они сказали, кто... Ну, как бы... Кому у них претензии? Я не призываю вас. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Понимаете? И они очень энергичны. Они проявили смелость. Они наполнились. Они такие вдохновенные. Они... предъявились. Вот если ты свою боль, печаль, претензию на что-то кому-то написал в виде текста на Facebook, ВКонтакте, ты не закрываешь таким образом черную... Она отреагируется в действии. Можно разобраться со своим... Ну, с какими-то... С какими-то такими вещами. Можно отреагировать. Но... Вниманием я нахожу... Один человек недавно мне написал. Вот жизнь такая тяжелая. Я думаю, скорее бы она закончилась. Я не люблю жизнь. Но это черное дырище называется. Да все вытекает в недовольство жизни. Все вытекает в эту бесконечную тоску о несбывшемся. Что вы, ребята? Так, конечно, энергии не бойтесь. У тебя есть хоть какая-то претензия. Черная дыра – это претензия к родителям. И вот эти, знаете, штуки там... Прощаю своих родителей. Не прощаю. Этот бред бесконечный. Вот. Смотрите. Вы попадаете в какое-то пространство, например, обучение. Вот школьное, например, обучение или какой-то институтское. И вы чувствуете... Вот вы должны в это вникать. Но вам это неинтересно. Это скучно. Но вы должны. Вы должны. Вы начинаете в скучную лекцию вникать и попадать в скучное состояние преподавателя. В его черную дыру. Понимаете? Вот. Если кто-то из ваших близких предъявляет вам претензию почему-то, обычно это делают родители или супруги, и вы эмоционально проваливаетесь. Почему у нас мало денег или что-то такое. Вы туда эмоционально провалитесь, вы провалитесь в чужую черную дыру. И открывается ваша черная дыра. Вы резонируете друг с другом на вот этой вот черной дыре. Чем опасна черная дыра? Тем, что энергия жизни туда вытекает. Поэтому мы уходим из контекстов, где наша энергия вытекает непродуктивно, бесполезно, по долженствованию. Мы типа должны, но нам не хочется. Мы разбираемся с этим, друзья. Энергии в настоящем моменте для жизни вполне достаточно. На необходимое, на важное для нас у нас всегда есть энергия. Вопрос приоритетов и закрываем черные дыры. Если это занятие было полезно для вас, каким-то образом там сердечком, лайком отмечайте, чтобы, я думаю, что это сутевое. Я очень часто говорю об этом на занятиях, на семинарах, в личных консультациях, но я так сегодня подумал, что пришло время записать это вживую, чтобы этим руководствоваться. Еще важный момент. Психосоматические заболевания связаны с тем, что есть какой-то аспект в жизни, который мы предпочитаем игнорировать, где мы предпочитаем не замечать это, подавлять себе. И этот аспект жизни забирает у нас внимание и, значит, энергию. Если энергии на собственное тело не хватает, органы внутренние, сердечко, печеночка, желудочек, даже мозг и легкие недополучают внимания к телу и энергии, которая генерируется миллиардами клеточек внутри нас или миллионами. Энергия ментальная, эмоциональная утекает в какой-то аспект жизни, который, как нам кажется, закрыть, изменить, исправить невозможно. И мы дальше живем в какой-то... Мы страдаем сначала эмоционально, и потом телу, которое не хватает внимания, оно начинает болеть. Оно начинает вестись в виде с функционами. Поэтому психосоматические болезни, а к таким относятся 80% заболеваний, на самом деле означает, что с каким-то аспектом жизни пришло время разобраться. И таким образом дальше, разобравшись мы, если мы с каким-то аспектом жизни разбираемся и, возможно, дистанцируемся, возможно, решаем вопрос, телесное состояние меняется достаточно быстро. Мы хотим через таблеточки вылечиться, через какие-то процедуры, но, скорее всего, нам нужно посмотреть, куда утекает наша энергия, почему нам не хватает времени на себя и на наши важные, значимые задачи и цели. На эту тему можно долго говорить. Надеюсь, вам понравилось мое кино. Спасибо. Спасибо.